Вот уже 50 лет в структуре Северского трубного завода успешно работает управление капитального строительства. Если задуматься, то 50 лет в рамках истории завода это не так уж много, можно смело сказать, что это молодое подразделение. Но сколько было сделано за полувековую историю, сосчитать и осмыслить крайне сложно. Совершенно точно можно говорить о том, что без участия в строительстве специалистов управления капитального строительства, город Полевской был бы совсем другим, не будь в нашем городе, к примеру, микрорайона Зеленый Бор, то где бы жила значительная часть населения, точно так же строится и развивается Северский трубный завод. Социально ответственную позицию в этой среде мы развиваем и предприятие, что уже большой плюс для нашего города. И обеспечиваем людям, скажем так, все более и более лучшие условия для их жизни, более высокое качество жизни. Это и жилье, я тут больше, наверное, могу поговорить об этом, это и жилье, еще раз повторюсь, и работа, и главное высокооплачиваемая, достойная работа, даже в тех непростых условиях, в которых мы сейчас существуем и живем. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев отметил, что первые созидательные шаги на градообразующем предприятии сделали именно строители. Они сегодня на шаг впереди. Только за последние 14 лет было перестроено почти две трети технологий завода. Были главными организаторами строительства, были главными идеологами, искали решения очень сложных вопросов. Иногда эти решения давались очень сложно, иногда такие сложные решения искали коллективно неделями, потом находили самый правильный, самый верный вариант и реализовывали его. Мы привлекали к реализации наших сложных проектов, наших партнеров, благодаря вашей инициативе, вашему началу, я бы сказал, вокруг завода выросли мощные строительные организации. За эти же 14 лет было построено 75 тысяч квадратных метров жилья, были построены и объекты соцкульп-быта. Управлением капитального строительства были созданы условия для комфортного проживания в нашем городе. Михаил Васильевич награждает почетными грамотами лучших работников. Один из них – главный инженер управления капитального строительства Владимир Карамышев. Он работает уже почти 10 лет. Признается, что работать в такой команде профессионалов очень приятно. Эта грамота – заслуга всего коллектива. Главное быть заинтересованным и в результате положительным. А опыт – это дело наживное. Главное – стараться идти вперед, как-то совершенствоваться, что-то узнавать. Потому что в строительстве, скажем так, работа нерутинная, и постоянно там возникает что-то новое, и что-то новое приходится узнавать. На праздничном мероприятии по случаю юбилея управления капитального строительства пригласили ветеранов. Валентина Мурзина проработала почти 30 лет в этом подразделении в должности бухгалтера. Затем стала главным бухгалтером. Сегодня ей приятно вспоминать, как шло строительство домов в Полевском, как строили Т1, Т2, Т3. И, несмотря на то, что порой было очень тяжело работать, она с удовольствием вспоминает трудовые будни. У нас был Советский Союз. Было очень скромно. 90-е годы были очень тяжелые, сами знаете, финансирование было очень тяжелое. Но приходилось ездить в Москву, выколачивать все это. Было два раза там. Строительство – это процесс, который не должен останавливаться. Если идет строительство, значит идет и развитие. Все это должно быть направлено на благо жителей города, на благо градообразующего предприятия. С этой задачей вот уже 50 лет успешно справляются специалисты Управления капитального строительства. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день.